Оперативники нас привели к начальнику департамента Алматы, Шатты Кутееву. В его кабинете был замначальника департамента, оперативного департамента с Национального бюро из Астаны. Они сказали, что мы на вас можем открыть новые уголовные дела. Это сказал сам начальник оперативного департамента. Не проходите точку невозврата, вы подумайте. В Астане ранее отец встречался, его просили сейчас электоральный период, не проводите никаких пресс-конференций. Полтора месяца, начиная с 12 января, мы молчали. Мы не говорили по просьбе из Астаны. Они говорят, ну вы подумайте, мы можем как-то это дело спокойно прекратить. Но отец говорит, ну какой смысл, какой смысл было его заводить, если вы хотите теперь его прекратить. На самом деле дело возбуждалось в отношении должностных лиц Комитета информации и архивов Министерства инвестиций и развития. Мы проходили изначально как свидетели Национальный пресс-клуб и информационное агентство Костак. Там, получается, они сказали, что мы не выполнили свою часть обязательств по Комитету. Но это не так. У нас есть акты выполненных работ, у нас есть все творческие отчеты, у нас есть информация на сайте, которая висит. Мы все это выполнили. Я считаю, что в этом деле заинтересованы высшие чиновники Казахстана. Ну, это не группа людей, это несколько человек, может быть, двое, трое, которые, у них есть корыстная своя цель – забрать здание в Алма-Ате, в центре. В Астане у нас находится напротив аккорды здания. Забрать информационное агентство Костак, потому что оно очень популярно. В данный момент отец находится в антикоррупционном бюро по Алматы. Он сказал, что постановление по его задержанию сейчас оформляется. Ну, я не знаю, на самом деле. Пока я этого постановления не видел, я ничего не могу говорить.